ТОПДИДЖЕЙ КОМ. ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ. И вам, как музыканту, как диджею с какими-то амбициями и так далее. Гораздо проще монетизировать свои музыкальные качества, просто играя музыку и гастролируя как диджей. Но лейбл действительно может быть очень эффективным в совокупности. Допустим, мы неплохо продаем футболки, мы неплохо продаем артистов, мы делаем какие-то совместные мероприятия. И уже тогда вместе, складывая все эти результаты, складывая все эти средства, мы получаем какой-то общий результат. Но так или иначе, это в первую очередь развитие бренда. Конкретно какие шаги, которые мы делаем для того, чтобы это все осуществилось, Артем, наверное, продолжит. Мы сейчас начали с Виталиком выпускать серию миксов, которые проходят в разделе Bitport Mixes. Здесь ежемесячно мы будем от артистов требовать подкасты, которые мы будем выгружать туда. И, соответственно, они будут в этих подкастах использовать треки нашего лейбла, которые привлечут еще больше внимания и, соответственно, повысит продажи. Также нужно обратить внимание на страничку Facebook, потому что большинство покупателей – это все заграничные пользователи, которые в основном и рассчитываются эти продажи все. Поэтому мы постоянно занимаемся этой страничкой, также вкладываем деньги в рекламу. И постоянно с каждым днем наши подписчики нашей странички растут. Постоянно нужно постить там по четыре поста в день, как бы. Это перегибаешь. На самом деле, да, нужны определенные информационные поводы, которые будут постоянно подпитывать. Не обязательно… Ну, лейбл, по сути, это тот же самый артист, к нему отношение должно быть точно такое же, как отношение артиста. Соответственно, что делает артист? Артист выпускает треки. Ну, круто. Лейбл тоже выпускает треки. Но артист выпускает миксы. Сейчас, действительно, Bitport, последние семь релизов, которые у нас были, это очень хороший результат. Bitport постоянно дает фичерит. Вначале, ну, как поменялся у них менеджер, у них раньше был чувак из Берлина, который принципиально не хотел пропускать… Ну, очень туго пропускал лейблы из СНГ и так далее. Но, если они видят, что вы ведете активность, если они видят, что у вас есть подписчики, это не купленные подписчики, это действительно тот активный слой пользователей, которые готовы нести эту музыку, которые готовы точно так же играть, где это и так далее. Если они видят, что их чартят ваши треки, то, действительно, Bitport дает поддержку. Опять же, зачем нужна эта поддержка? Ребята, вы не заработаете денег на продажу музыки. Вы, действительно, это очень трудно сделать. Но, если у вас ваш лейбл постоянно находится, допустим, в тех же фичерит-блоках и так далее и тому подобное, это даст вам возможность привлекать других диджеев, других артистов, опять же таки, популяризировать свой бренд и благодаря этому уже потом монетизировать это все. Это единственный способ, грубо говоря, заработать деньги. Также нужно очень обратить внимание на ту музыку, которую вы выпускаете. И лейбл, в первую очередь, это фильтр, который серьезно отбирает музыку. Так же само и мы стараемся этот вопрос контролировать. Потому что, если вы хотите выпускать солянку, то есть все подряд, я думаю, вы очень быстро потеряете своих подписчиков на Bitport, и продажи будут минимальные. Поэтому мы стараемся выпускать все в одном стиле, все, что мы бы играли сами с Виталиком. Да, главное правило для нас, ну, когда мы отбираем музыку, я всегда, когда Артем, так как Артем занимается прослушкой демо, когда приходят ко мне и говорят, слушай, ну, давай выпустим там этот трек. И для меня главный вопрос, а играл бы ли ты его сам? Если даже трек ты видишь, что Артист это какое-то интересное имя и так далее, но трек реально тот, который может у тебя в папке лежать, как мертвым грузом, то смысл его, собственно говоря, и выпускать. Я думаю, об этом рассказывать можно много. В принципе, как я понимаю, здесь находится много артистов, много, возможно, уже владельцев лейблов, да, которые что-то выпускают, у которых есть какие-то, может, у вас есть какие-то вопросы? Мне было бы гораздо проще, интереснее, потому что тема достаточно проезженная уже, может, какие-то вопросы, дискуссию какую-то развить. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы.